Экономика слаба, но Путин вкладывается в новую ракету-убийцу. Томас Аугустсон, Свенская Дагбладет, Швеция. 4 мая 2018 года. Военная сфера получает все больше денег, но не везде. В то время как Китай продолжает вкладывать в нее огромные средства, Россия уменьшает бюджет, а в Германии разразился скандал из-за запущенного состояния обороны. Это может отразиться и на немецко-норвежском контракте на подводные лодки, который проиграл принадлежащий Саабу Кокумс, Качкумс. Расходы на оборону в мире вновь растут. Конфликты и растущее напряжение во многих точках мира за 2017 год подняли глобальные военные расходы на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Это демонстрирует последние сводки от СИПРИ, Стокгольмского международного института исследований мира. Как утверждает эксперт СИПРИ Нантьян, Нантьян, рост в течение 2017 года во многом объясняется тем, что в оборону все больше средств вкладывают стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Тут в первую очередь выделяются Китай, Индия и Саудовская Аравия. Вложение китайского руководства в модернизацию обороны и его ясная демонстрация своих интересов в восточных частях Азии заставили и другие страны увеличить инвестиции в оборону. Китай сейчас отчисляет на оборону в два раза больше, чем 10 лет назад, в то время как Вьетнам – чуть менее половина от прежних сумм. Япония же остается практически на том же уровне. Для шведов, возможно, довольно интересно, что Россия, согласно СИПРИ, впервые с 1998 года уменьшает свои расходы на военную сферу. Слабость российской экономики привела к тому, что на оборону в 2016-2017 годах было выделено на 20% меньше. Симон Визиман, Сиимон Визиман, который в СИПРИ изучает оружие и военные расходы, утверждает, что российский оборонный бюджет с 2014 года страдает от экономических проблем страны. Но президент Владимир Путин в то же время ставит в приоритет модернизацию военных сил. Это было заметно, когда Путин недавно продемонстрировал ряд новых типов устрашающего оружия, в том числе и комплекс под названием «Авангард» с ракетами, оснащенными ядерными боеголовками, которые могут перемещаться со скоростью в 20 раз быстрее скорости света. По системе расчетов СИПРИ, расходы Швеции в военной области с 2016 по 2017 год оставались на неизменном уровне. В пересчете на общие объемы экономики шведские оборонные инвестиции уменьшились и сейчас находятся на уровне, соответствующем 1% ВВП. Это значит, что Швеция вкладывает в военную сферу половину от той целевой суммы, которую определил оборонный альянс НАТО для своих членов. Это заставило министра обороны Урсулу фон дер Лиен, Урсула фон дер Лиен, ХДС, по информации немецких СМИ, потребовать еще 12 миллиардов евро на период ее мандата, чтобы исправить часть недостатков. Новый министр финансов Олаф Шольц, Олаф Шолс, СДПГ, согласился лишь наполовину. В ответ сейчас Урсула фон дер Лиен угрожает свернуть два больших оборонных проекта. Речь в том числе идет о покупке новых подводных лодок для немецких ВМС. Закупка должна быть произведена при сотрудничестве с Норвегией и немецкой компанией Тюссенкруп за 4,3 миллиарда евро. Норвегия ранее отказалась покупать новые подводные лодки у Кокумса, которые принадлежат САБУ. Если сотрудничество застопорится, это будет иметь большие последствия для норвежской обороны, а также скажется на числе рабочих мест в Германии. Таким образом это во многих отношениях политически щекотливый вопрос. Другой проект, оказавшийся под угрозой, как минимум настолько же политически щекотливый касается французско-немецкого сотрудничества в связи с транспортными самолетами для солдат спецподразделений. 2% всего в мире, 1739 миллиардов долларов, 100%.